На повестке дня сразу несколько вопросов. Экономическая ситуация в городском округе, работа предприятий и организаций на современном этапе и подведение итогов в благотворительные акции. Конечно же, на первом месте вопрос экономики. Длительный период самоизоляции, когда практически все предприятия остановили свою работу, отразился на бюджете не только округа, но и всего региона. Расходы пришлось сократить примерно на миллиард рублей. Из них более 600 миллионов субсидий, предоставляемые Московской областью. На 5,7 миллионов строительства, реконструкции объектов водоснабжения. Также Илья Поначевный сообщил и об изменениях в статье расходов на 2020 год. Сокращены работы по благоустройству. Из-за сложившейся ситуации реализация проектов строительства новых школ и пристроек, благоустройства парка и Советской площади перенесены на следующий год. В ходе встречи Илья Поначевный и его заместитель Константин Савченко ответили на все интересующие предпринимателей вопросы, как в профессиональной сфере, так и в жизни города. Один из вопросов коснулся зловещей даты – 20 сентября 2020 года. Представители Роспотребнадзора уверяют – предпосылок к возобновлению режима самоизоляции не наблюдается. Однако санитарные врачи напомнили, что меры безопасности следует тщательно соблюдать, ведь опасность заражения новой инфекцией никуда не делась. Кроме того, на носу сезон простудных заболеваний. Гражданам рекомендуется пройти вакцинацию от гриппа и кори. В 2019 году при поддержке предпринимателей городского округа была реализована программа «Путевка в жизнь», в рамках которой школьники за два года осваивали рабочие специальности. 40 суммарно, 23 школьника по этой программе получили от нас, от вас с нашей вместе участием и помощью денежные гранты в итоге, а также еще получило 8 ребят с ограниченными физическими способностями, которые в свою очередь приняли участие в 5-й Московском областном чемпионате «Обилимпикс». И 9 победителей муниципального этапа Олимпиады школьников по технологии. Награды победителей ожидали приятные. В начале апреля мы, используя наши возможности, деньги эти сервис отдали детям. И уже, по-моему, к 5 апреля все победители получили весомые денежные призы, потому что первое место получило 20 тысяч, второе – 10 и третье – 5 тысяч. За активное участие в благотворительных программах предпринимателям были вручены памятные грамоты. В завершении Илья Поначевный отметил, что такие встречи с представителями бизнес-сообщества станут регулярными, ведь постоянный диалог между предпринимателями и представителями власти может дать плодотворный результат. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...